Большая общественная приемка второго этапа благоустройства Палиха. Работы проведены на четырех территориях. Одна из основных – центральный парк. Здесь сделали велодорожку, детскую и спортивную площадки, привели в порядок тропинки, установили малые архитектурные формы. Главное, чтобы нравилось жителям. Мы с вами, помните, очень переживали, и я переживал больше всего, чтобы вот это именно парк получился, чтобы здесь не было перебора каких-то новых технологий или построек. Ну, вроде получилось, да? Да. Наравится всем. И маленьким, и взрослым. И на качелях катаются взрослые, вспоминают свою юность. Раньше так много было качелей-то. Вот. Ну, знаете, с другой стороны, надо все равно проверить. Как говорят, цыплят по осени читают, а строители по весне проверяют. Поэтому мы посмотрим, как парк переживет зиму. Я думаю, что это нормально, какие-то доделки. Все равно будут, как у нас с вами было на Красно-Воздвиженском сквере. За крестовоздвиженским храмом было продолжено благоустройство литературного сквера. В прошлом году там посадили деревья. В этом добавили кустарники и травы. Засфальтировали пешеходные дорожки и выезды от домов. Это было особенным пожеланием полишан. Сложностей по этому скверу не было. У нас были сложности в парке, поскольку требование было сохранить все деревья в сохранности. Соответственно, приходилось как-то между ними в наисложняющей ситуации выйти из положения, построить все дорожки, тропинки, не нарушая экосистему парка. Работы начались в июле и сейчас уже полностью завершены. Подрядчик по всем объектам один. Но, как и сказал губернатор, не исключено, что весной к чему-то придется вернуться и поправить о грехе. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова, Палих.